Во-первых, пользуясь возможностью, хочу поздравить вас с днём рождения, у вас сегодня юбилей, и пожелать вам всего-всего хорошего, чего вы могли бы себе сами пожелать, и успехов во всех ваших делах, если они на благо страны, если они на благо Украины. Спасибо, у меня других дел практически нету, спасибо за поздравления с 50-летием, я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех людей, которые сегодня на Фейсбук писали, звонили, но у меня, конечно, в работе будни, потому что завтра у нас апелляционный суд, как вы знаете, суд первой инстанции не принял доводы прокуратуры, они сказали, что суд, судья первой инстанции сказал, что все данные прокуратуры основные сфальсифицированы, что они сходятся, что реально мы имеем дело с фейковым делом уголовным против меня, и она меня отпустила на свободу. После этого прокуратура подала в апелляционный суд, апелляционный суд состоится на Соломинское 2, завтра в 11, мне нужна поддержка людей, как никогда, потому что это на Соломинское за вокзалом, Соломинское 2, еще раз говорю, апелляционный суд города Киева, потому что они, у них там послушная коллегия, это тот же судья, который в свое время судил Луценко, поэтому он очень зависит от Луценко, и они хотят меня посадить под домашний арест, для того, чтобы потом подготовить основание для незаконной экстрадиции в Грузии, по заказу Владимира Путина, который очень бесновался по российским каналам, что почему меня там не могут задержать, вот как раз завтра исполнится мечта Путина, если мы не будем активны и бдительны, и как бы в этом деле, это четкие следы Москвы, четкие дела, следы самого заказа Путина, Путин не скрывал, он много раз про меня говорил на последней бесконференции, все российские каналы уже несколько дней возмущаются, почему эта Украина не может засадиться о Кашуле в конце-то концов, и почему его не могут экстрадировать в Грузию, где его главный частный акционер Газпрома, где меня будет судить, Иванишвили, это главный частный акционер Газпрома, российский олигарх, который контролирует сейчас грузинскую власть. Поэтому нет завтра, еще раз говорю, поддержка людей, я хочу, чтобы люди пришли к апелляционному суду, хотя бы то, что судьи увидят, что людей много, завтра, по-моему, будут представители западных посольств, очень ведущих западных посольств, они присылают своих представителей, опубликовано решение судей Ларисы Цокол, где она четко, черным по белому написала, что дело сфальсифицировано. Сейчас только что опубликованы результаты опроса, проведенные очень серьезным социологическим агентством, и там 53% не верят в обвинение Луценко, и верят всего 7%. Более того, сегодня министр финансов, Данилюк потребовал немедленной отставки Луценко за его связь с олигархами и за коррупцию, не с финансов Украины, подумайте об этом. И очень порядочный, кстати, человек Данилюк потребовал, чтобы Луценко немедленно ушел в отставку, потому что он занимается реально криминалами, нарушает все законы Украины. И вот в этой ситуации этот человек, Луценко, по заданию, естественно, с банков, хочет избавиться от меня из Украины вот таким путем. Поэтому я думаю, что завтра там будут иностранные журналисты, будет много иностранных посольств, и ведущих миссий, но они об этом не уже сообщили. Но очень важно, чтобы там были люди. Люди важнее всех посольств и всех журналистов. Люди — это сила. Люди — это как раз то, на чем мы строимся, на чем мы держимся, потому что у нас нет ни денег, ни власти, ни многочисленной партии, ни там, естественно, каких-то олигархов, частных вооруженных формирований за нами. У нас есть только одно — сила людей, поддержка людей. Для этих людей я, в принципе, делаю то, что делаю. И я думаю, что мы завтра должны показать, какая бы ни была погода, что мы есть, мы присутствуем, и мы не даем несправедливости совершить. Михаил Николаевич, еще один вопрос. Долго вас не буду задерживать. Сегодня ряд украинских СМИ сообщили о том, что вы получили визу голландскую. Это правда или нет? Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы, пока я в Украине, во-первых, я уже был на Западе. В любой момент мог выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве, не о визе, а о гражданстве от нескольких европейских стран, по крайней мере, ведущих ее политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья, естественно, из Голландии. У меня есть приглашение на работу в Америку и в том числе несколько стран Европы. Так что эта проблема у меня не стоит. Я могу выехать в любой момент. Другая ситуация. Если, например, не нужна или нужна, это один вопрос. А если вы получили визу, то ее же куда-то в какой-то документ вбивают. Правильно? То есть в какой-то паспорт. Значит, у вас есть заграничный паспорт. У меня нет. Украинский вряд ли есть. Может, есть? Нет, у меня нет. У меня нет заграничного... У меня нет ни одного полноценного, к сожалению, паспорта, потому что они отменены. Но, кстати, если бы у меня был украинский паспорт, и вот спокойно признавали в Европе. Но еще раз говорю, любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет. Поэтому это не вопрос. Меня допустят, туда не допустят. Я буду отстаивать свои права в Украине. Я буду бороться за то, что борюсь в Украине, и буду делать это столько, сколько физически это возможно. Поэтому для этого очень нужно присутствие людей. Нам не нужны никаких провокаций. Мы будем спокойно, мирно сидействовать, но должны быть присутствие. Присутствие очень важно. Это понятно. Я признателен за комментарии. Еще раз с днем рождения вас. Михаил Николаевич, поздравляю. Михаил Саакашвили был с нами на прямой связи. Третий президент Грузии. Третий президент Грузии.